Верховный Совет Крыма и Городской Совет Севастополя утвердили декларацию о независимости полуострова. В документе говорится, если на референдуме 16 марта будет принято решение о вхождении Крыма в состав России, власти полуострова объявят его независимой республикой. Как отнеслись к принятию декларации в Крыму, Киеве и Москве, рассказывает Алена Центила. Вот так сегодня проходила сессия Верховного Совета Автономной Республики Крым. Главный вопрос повестки дня – голосование за декларацию о независимости полуострова. Декларация у всех есть. Голосуют без обсуждения. За 78 решение принято. Депутаты аплодируют стоя, но вяло. В документе всего три пункта. Первый и главный – если на предстоящем референдуме будет принято решение о вхождении Крыма в состав России, он перестанет быть автономным, по мнению депутатов, и будет независимой республикой. Мы себя заявляем как статус республики, а потом республикой входим как субъект Российской Федерации. И на основании этой декларации обращаемся в Российскую Федерацию о принятии нас как субъекта Российской Федерации с названием Республика Крым. Другие варианты в законе не прописаны. Сам Константинов заявил журналистам, что исключает возможность пребывания полуострова в составе Украины. Чтобы подстраховаться, депутаты решили задобрить крымских татар. Приняли постановление, в котором кроме языка, культуры и традиций обещают еще и должности во власти. То, что всегда они от нас просили, просили от советской власти, просили от Украины, никогда не получали, это гарантированное представительство их во всех органах представительской и исполнительной власти. Но лидер Меджлиса заявляет, даже этот документ крымских татар на так называемый референдум пойти не заставит. Мы против проведения референдума, мы бойкотируем референдум и мы делаем все для того, чтобы объяснить всем жителям Крыма последствия, которые могут наступить после проведения этого референдума. Принятие подобного рода документов до принципиального разрешения кризиса вокруг Крыма и внутри Крыма не способствует этому поиску таких решений. И такие решения лишь усугубляют положение разных сторон, которые хотят найти выход из этого положения. В парламенте сразу же отреагировали на голосование в Крымском Верховном Совете. Декларация безграмотная, она ссылается на основные положения права народов на самоопределение. Такого народа, как крымчане, нет. Есть коренной народ крымско-татарский, и только он имеет право говорить о статусе своей национальной территории. Автономная республика Крым, которая говорит о пересмотре государственных границ Украины, она уже нелегитимна. Первое и главное, Верховная Рада Крыму не уковноваженна ухвалювать такие решения. Поэтому это решение не может быть признано ни в Украине, ни в мире. Это будет территория постоянного конфликта между Украиной и Россией. Это территория, которая не будет признана святым співтовариством. Это ограничение, соответственно, туризма к Крыму. Это много, много проблем. То, что они декларацию принимают, это говорит о том, что крымская власть испугана. Ситуация развивается не совсем так или совсем не так, как они хотели. Есть все основания для того, чтобы распустить парламент Крыма. В крымском парламенте ссылаются на так называемый косовский прецедент. Напомним, парламент Косова в 2008 году объявил об отделении от Сербии. Но это противоречило сербской конституции. Официальный Белград оскорил решение, обратился в Международный суд ООН. Тот в июле 2010 года декларацию рассмотрел и постановил. Документ не противоречит международным законам. Независимость Косова признали 108 государств. Россия была и остается категорически против. В ситуации с Крымом риторика Москвы кардинально изменилась. Уже появилось официальное заявление МИД России. Он считает решение парламента Крыма правомерным. Российская Федерация будет в полной мере уважать результаты свободного волеизъявления народов Крыма в ходе референдума. Это была цитата. Юрист Степан Гавриш говорит, декларация противоречит не только национальному законодательству, но и международным нормам. Документ нарушает международное право. Самое главное нарушает также и внутренне национальное законодательство, которая принимала в соответствии с нормами международного права. По юридической технике этот документ сам по себе является агитационной листовкой для влияния на волю и сознание избирателей, которые придут голосовать. Официальный Киев на решение крымских депутатов пока не отреагировал. Алена Центила, Людмила Горбач, Виталий Зятковский. Подробности телеканал Интер.